МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Селиканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко главным. Безопасный хадж для дагестанцев. Организацию паломничества на святые земли Мекки и Медены обсудили на заседании оперативного штаба. Заятые золотые стали. Вместе с курами вместе. Затянуть пояса. В России значительно подорожали мясо птицы и яйца. Чем обусловлен такой рост цен? Смотрите в выпуске. Фестиваль настольного тенниса собрал на крепости Наранкала в Дербенте любители этого вида спорта. За звание лучшего боролись 500 человек. В Махачкале прошло заседание оперативного штаба. Его возглавил в Рио главы региона Сергей Меликов. По информации пресс-службы главы Дагестана, основным вопросом заседания стала организация паломничества на святые земли Мекки и Медены. Мы единственная республика, которая на прошлом заседании оперативного штаба подняла вопрос о паломничестве. В том числе с введением дополнительных рейсов. Здесь мы только должны поддерживать желание паломников выехать на Харж. Особенно с учетом прошлогодней ситуации. Люди уже в прошлом году были лишены такой возможности посещения святых мест. Мы должны сделать так, чтобы в этом году мы эту возможность предоставили. Если вы со мной согласны, давайте так и сделаем. Спасибо большое. Директор Харж-компании Марва Тур Булат Курбанов отметил востребованность дагестанского хадж-оператора. По его словам, услугами компании пользуются паломники не только из нашей республики, но и из других регионов. Естественно, готовы все те меры, которые требует и Королевство Ускарави, и наша сторона, всех соблюдать. Все необходимые меры предосторожности в период организации вылетов их реализовать. У нас нет обеспокоенности о том, что дагестанцы могут заболеть в Солдовской Аравии. Там очень строго все это проконтролировано, выработана схема, которая, я думаю, с большой долей вероятности исключает возможность заболевания. Но единственное решение на нашей стороне, очень надеемся, что решение будет положительное по отправке этих паломников и благополучно они направятся. В ближайшее время планируется вылет паломников в Малый Хадж. Для них установлено возрастное ограничение от 18 до 50 лет. А вот условия для вылета в Большой Хадж – вакцинация и возраст от 18 до 60 лет. Во дворе центральной жевомечети Махачкалы развернули шатер Рамадана. Это ежегодный культурно-благотворительный проект. Его организатор – фонд «Инсан» при поддержке меценатов и неравнодушных людей. В этом году, по словам представителя фонда, за весь месяц Рамадан шатер планирует принять и накормить более 100 тысяч человек. Отведать горячую еду во время разговения сможет любой желающий. Мэр Махачкалы Сталман Дадаев встретился с жителями микрорайона ДОСАА для решения давних проблем. Так, горожан беспокоят отсутствие централизованной канализации. При том, что по закону при получении земельных участков обязательным условием было строительство локальных очистных сооружений. Беда в том, что весь этот микрорайон, он сливает свою канализацию, получается, в речку Тарнаирку. Ну и по-другому еще воняйку ее называют. Так вот, это незаконно, это недопустимо. Мы хотим, чтобы у нас была нормальная магистраль, куда бы мы могли нашу канализацию сливать. Градоначальник обещал жителям подключить к канализационному коллектору и, помимо этого, разработать проект ликвидации скопления сточных вод. Мы сейчас оборудуем, соберем, получается, то, что вы говорите, у вас уже здесь имеются части сетей, да? Достроим эти части сетей и перемычку, которой вам не хватает для включения в городскую канализацию. Ну и я так понимаю, у вас есть определенные сложности гарантирующим поставщикам с водоканалом. Это мы тоже на себя возьмем. Еще одна проблема, с которой столкнулись жители микрорайона – бесхозный трансформатор. Его, по словам горожан, гарантирующий поставщик услуг отказывается обслуживать. Решением этого вопроса займутся городские власти. В ходе встречи также была озвучена проблема нехватки пассажирского транспорта. Дадаев заверил, что обсудит с перевозчиком вопрос увеличения количества машин на линии. Все проблемы, по словам мэра, схожи с общими проблемами в микрорайонах. Их администрация города будет решать планомерно. В России значительно подорожало мясо кур и яйца. Информиздание «Кавказ Реалии» сравнило среднепотребительские цены, фиксируемые Росстатом. Если охлажденные куры стоили порядка 140 рублей, то сейчас – 200. Рост составил почти 42%. Яйца в цене поднялись на 26%, подорожав с 63 рублей до 80 за десяток. Чем обусловлен рост цен на один из наиболее важных источников животного белка, узнавала моя коллега Лариана Шамхалаева. Семью как прокормить? Об этом вообще как они думают? Это правительство сидят там, жируют, а народ страдает. Второй рынок Махачкалы. Прилавок с куриным мясом и яйцами. Поток возмущенных покупателей здесь почти постоянный. Граждане со средними доходами боятся остаться без яичницы по утрам и без куриного супа. Цены на главные ингредиенты для завтраков и обедов растут просто катастрофически, говорят покупатели. Яйца золотые стали. Вместе с курами вместе. А кто пенсионерам, вообще непозволительно. 280 рублей яйца, клеток. Куда это годится? Это вообще безобразие полное. Никакого контроля со стороны руководства, правительства имеется в виду. Роспотребцание. Кто там этим занимается, я не знаю. Вообще полное безобразие. Сегодня цена на куры в Махачкале от 200 до 220 рублей. Десяток яиц в отдельных торговых точках доходят до 100 рублей. Такие цены серьезно бьют по кошельку дагестанцев, чей доход в районе прожиточного минимума. Ранее члены Национального союза птицеводов согласовали меры по сдерживанию цен на продукцию. Однако между производителем и прилавком довольно много посредников. Отсюда и неизбежное накручивание цен. А сейчас что? Совсем подешевело что? Ну, совсем чуть-чуть подешевело. А сейчас говорят, чуть-чуть подешевело. Все равно это очень дорого для нормальных, я имею в виду для пенсионеров, для людей. Не каждый имеет возможность такие деньги платить за килограмм курочки 300 рублей. Между тем, дагестанские птицеводы уверяют, что в последнее время они работают себе в убыток, фактически отдавая птиц участникам ниже себестоимости. Накручивают цены на мясо и яйца уже на точках продаж. Птицеводы сетуют, что не хватает государственных грантов для поддержки малого бизнеса. Мы продавали вот так, где-то 7 дней назад 140-130 рублей живой вес продавали. Сейчас уже 110-115, уже упала цена. На рынке они свои цены ставляют. Просто мы не можем, если у нас было бы в боинце, вот холодильники, морозильники, чтобы мы могли упаковывать, свою марку поставить, все, мы могли бы цену, вот так, умеренные цены оставить. Если мы сами реализовали бы, у нас умеренная цена была бы и потребителям тоже можно было бы их не то, что 200-180 рублей. Если мы сами продавали бы, 150 рублей в данный момент. Я имею в виду данный момент. По словам птицевода Зайнолобида, рост цен на яйца и мясо птицы обусловлен подорожанием кормов, снижением объемов производства из-за птичьей болезни и уменьшением объемов импорта инкубационных яиц. Бывает вот так 20 тысяч поголовья, у нас по-любому падеж бывает у них. Если 20 тысяч, где-то 10% у нас падеж бывает. Иногда бывает, вот, птичий грипп пришел, а вакцина нету, для него вакцинацию не делаешь, она может и половину там подохла. Не всегда она рентабельная, это птицеводство. Ну, как бычков, барашек, их держать ты долго не можешь. Корма тоже подорожала. Вот в прошлом году 17-18 рублей было корм, сейчас 26-27 рублей. Раньше цыплята бывали, вот, два месяца, три месяца назад, 33 рубля цыплята мы покупали, да, а сейчас 50 рублей, даже 55, говорят. Насколько обоснованным было повышение цен на яйца и мясо птицы, проверит федеральная антимонопольная служба. Лорианна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Южная часть Махачкалы на два дня останется без электричества. В столице Дагестана ожидается отключение энергии, связанной с планирующимися работами на подстанции Юго-Восточная. Они продлятся с 8 по 9 апреля с 9 утра до 17 часов. Временно без электроснабжения останутся потребители поселка Талги, Новые Тарки, Кехулай, улица Медхана Султана и Южной промзоны. Сотрудники полиции проводят антинаркотические мероприятия «Дети России». Цель акции заключается в предупреждении распространения наркомании среди несовершеннолетних, также выявлении фактов вовлечения их в преступную деятельность. В частности, беседа прошла с одной жительницей Махачкалы, торгующей психотропными веществами. Ранее за это она была привлечена к административной ответственности. Вас уже привлекали к ответственности 10 раз. Именно за то, что вы занимались незаконной реализацией, в том числе на свае и снюса. Последний раз в отношении вас протокол составили 19 марта за то, что вы реализовали на свае несовершеннолетнему яшту. Несмотря на предупреждение штрафа, женщина продолжала снабжать детей и взрослых, запрещенными веществами. Теперь в случае неисполнения требования, изложенного в предостережение, женщина может быть привлечена к более строгому наказанию. Занимайтесь законной предпринимательской деятельностью. И к вам не будет никаких вопросов ни у кого. Надеюсь, что мы с вами вот в этом качестве, в моем кабинете, встречаемся в последний раз. В Махачкале отпраздновали Всемирный день здоровья. Министерство здравоохранения Дагестана по такому поводу на стадионе имени Елены Сымбаевой провело масштабную акцию «Будь здоров». Подробнее в сюжете Натальи Ханбабаевой. Раз, на плот, и пять. Раз. Спортсмены, студенты и даже представители власти, более тысячи человек, собрались сегодня на стадионе труд. По отзывам участников, мероприятие заряжает энергией и мотивирует на здоровый образ жизни. Фестиваль здоровья в целом, ведь задумка очень интересная. И вуз участвует, наверное, абсолютно во всех таких мероприятиях, потому что мы в целом любим быть активными, любим везде, где есть остальные университеты, быть с ними, дружить. Но здесь энергетика жуткая, прям, если честно, хочется танцевать, хочется быть активным, и люди здесь классные. Здесь можно было принять участие не только в массовой зарядке, но и провести мини-диагностику организма. Жители региона получили консультацию медиков, раздавали листовки, буклеты и пособия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Кроме того, консультировали всех желающих. Площадку здоровья могут посетить любые желающие. Здесь мы проводим определение уровня холестерина, глюкозы в крови, измерение артериального давления, консультацию узких специалистов. Такая массовая зарядка проходит ежегодно. Цель фестиваля – развитие и укрепить стремление людей к активному образу жизни. Тем более, что эпидемия COVID-19 показала, что для человека самое важное – это здоровье. Хочу пожелать вам успехов, удачи и самое главное – здоровья. Конечно, также хочу поблагодарить Министерство здравоохранения за те мероприятия, которые они проводят. И также хочу сказать, что Министерство спорта всегда будет рядом с вами и принимает активное участие во всех площадках. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Жители труднодоступных районов Дагестана проконсультируют московские медики. На площадке информагентства РИА Дагестан накануне прошла пресс-конференция с автором и руководителем инициативы «Здоровое село». Врачи ведущих медучреждений России также обменяются опытом с коллегами из аулов республики. Акцию для снижения смертности от хронических неинфекционных заболеваний запустил врач высшей категории Загир Агамов. Ввиду того, что страна сталкивается с такими серьезными проблемами при оказании медицинской помощи этой группе пациентов. А учитывая, что сельская местность, для нее характерна определенная специфика, связанная с отдаленностью, связанная с трудностью в получении медицинской помощи, географические моменты, а также есть определенный уклад жизни сельского населения, это формирует серьезную проблему. Что, соответственно, и побудило нас заняться этим и оказывать помощь сельским жителям. В селе Картас-Казмоляр Маграмкенского района бригада из восьми врачей уже осмотрела свыше 500 человек. Теперь пройти онкоскрининг, обследовать сердечно-сосудистую систему и получить высокотехнологичное лечение в клиниках Москвы смогут жители Агульского, Бештинского, Цунтинского, Цумадинского и Дербенского районов. Приехав туда, мы не увидели, что там плохо оказывается помощь. В большинстве случаев помощь оказывается грамотной в соответствии с рекомендациями и стандартами, которые и в Москве мы тем же самым руководствуемся. Но есть часто психологический момент, что люди просто боятся и не верят, что можно попасть на лечение в Москву. Из каких-то отдаленных сами не верят. Хотя и местные руководители медицинских организаций, они всегда за, всегда содействуют. Но все равно эти люди часто говорят, да нет, я не поеду в Москву, это нереально, это как в космос попасть. Дагестанский государственный университет будет бесплатно готовить школьников к сдаче ЕГЭ. Преподаватели планируют читать лекции по физике, химии, биологии, обществознанию, русскому языку и литературе. Занятия для учеников пройдут как в очном, так и в онлайн формате. Первая лекция состоится по физике 13 апреля, а заключительное же занятие пройдет по биологии 22 апреля. Тренировочный единый государственный экзамен по информатике и ИКТ пройдет в компьютерной форме. Региональная апробация прошла накануне в 5-м столичном лицее. Федеральная тренировка пройдет 27 апреля. Целью проведения тренировочного экзамена является отработка экзамена на электронных носителях. Напомню, до 2020 года выпускники школ сдавали ЕГЭ по информатике на бумажных бланках. В течение нескольких лет велась подготовка к переводу этого экзамена на компьютеры. Более 500 человек собрались на крепости Нарын-Кала, чтобы побороться за звание лучшего. В Дербенте прошел фестиваль настольного тенниса. Среди участников – профессиональные спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата и представители спортивных коллективов из разных регионов России. Подробнее расскажут мои коллеги. Стук мяча и ракетку давно стал для них привычным. Дагестанские теннисисты собрались на большом спортивном празднике. Такое событие посвящено Всемирному дню этого вида спорта. Фестиваль объединил людей с разными физическими возможностями. С ракетками в руках не только профессиональные спортсмены, но и начинающие игроки. Я могу сказать, что здесь, в Дагестане, есть у нас и член национальной сборной команды, Назиров Расул. Он мастер спорта. Он претендует на попадание на Паралимпиаду в Токио сейчас. Но сейчас немножко сложная ситуация с ковидом. Но мы на него рассчитываем. Расул Назиров – первый мастер спорта России в Дагестане среди спортсменов-колясочников. После автокатастрофы, в которую он попал в 2007 году, парень вынужден передвигаться на коляске. Однако трагедия не лишила молодого человека любви к настольному теннису. Этот вид спорта стал для Расула своего рода реабилитацией, не дал ему замкнуться и наделил оптимизмом и волей к жизни. Настольный теннис доступен людям любого возраста и состояния здоровья. Это одно из немногих занятий, которое приносит пользу здоровью. Важно, что в этом мероприятии принимают участие не только люди здоровые, но и люди с ограниченными возможностями. Для нас, для здоровых людей, это большой пример такого мужества. Естественно, Министерство спорта Республики, лице министра Сажидова, по поручению которого мы здесь находимся, мы будем встречаться с руководителем Федерации тенниса и слушать предложения, которые он нам даст, и поддерживать в дальнейшем развитии этого вида спорта Республики. Ветреная погода чуть было не внесла свои коррективы в проведение праздника, но участники фестиваля сориентировались и выстроились живой стеной вокруг теннисных столов так, чтобы порывы ветра не мешали игре. А еще для гостей была организована праздничная программа. По итогам фестиваля отличившимся спортсменам вручили благодарности и почетные грамоты от администрации города и отделения Общероссийского народного фронта. Все желающие имели возможность сыграть в настольный теннис и получить массу положительных эмоций. Ну а для спортсменов-колясочников главная победа была и будет их победа над недугом и желание поддерживать себя в хорошей форме, несмотря ни на что. Зумруд Гамидова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Дербент. Наши выпуски также вы сможете видеть на сайте nnttv.ru А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи.